Добрый день! Помните, один литературный герой всегда говорил, что в жизни есть место подвигу? Так вот, можно перефразировать и сказать, что в жизни всегда есть место открытия. Оно и состоялось в моей жизни. Это, например, здесь, в Санкт-Петербурге по адресу улица Бабушкина, 56. Именно сюда мы сегодня и приехали. И получится у нас не совсем обычная стандартная программа. Итак, адрес Санкт-Петербург, улица Бабушкина, 56, за моей спиной здание бывшего Николаевского приюта. Спустя века вновь это здание, памятник культуры и истории Санкт-Петербурга, служит идеям красоты, доброты, чистоты той самой высокой мысли. И здесь сейчас располагается Санкт-Петербургский детский хоспис. Надо отметить, что это первый детский хоспис в нашей стране. Итак, мы знакомимся и вот с этим миром, и с этими явлениями, которые есть в нашей жизни. И, может быть, для вас, наши дорогие телезрители, это станет таким же открытием, как это случилось и в моей жизни. Мы все сейчас боимся, мы отказались от этого слова идеологии, пережив какие-то идеологические времена, заменили это философией. И вот вы очень часто употребляете, что вот философия нашего учреждения, философия нашего хосписа. В чем она заключается? Это жизненная позиция. Первым это всегда было тяжелее. Поймите, философия как нечто внешнее, что человек может принять или не принять, согласиться с этим или нет. В детском хосписе невозможно работать, если ты не разделяешь наше видение, что есть благо для пациента, если ты не разделяешь наш подход к качеству оказания помощи. Поэтому, прежде чем человек приходит к нам на работу, он знакомится с нашей деятельностью, и он проходит ряд собеседований, которые помогают ему самому понять, насколько вот наше мироощущение совпадает с его мироощущением. И если человек разделяет уже вот эту философию, вот это мироощущение. Что нужно разделить? Отношение к жизни и к смерти как к естественному процессу. Способность осмыслить собственную грядущую смерть, она рано или поздно случится. Быть готовым принять ее. Приняв ее, быть готовым понять, что твой собеседник может чувствовать то же самое. Быть готовым разделить его чувства, присутствовать с ним рядом в самые трудные минуты жизни, не заставляя его принять ту или иную мировоззренческую позицию, а просто быть с ним рядом. Подариться своему собеседнику свое время, свое расположение, не отвечая на ему вопросы, не давая простых ответов на сложные вопросы, не торопясь с какими-то суждениями. Просто плакать с плачущими и радоваться радующимися. Уметь жить каждое мгновение в жизни, уметь оценить каждое мгновение жизни в простой, непосредственной своей работе, в каждом своем рабочем месте. Детский хоспис – это философия, которая оценит каждый момент жизни, которая умеет вглядываться в жизни, вглядываться в каждого человека. Здесь никто не торопится, здесь люди улыбаются. Здесь вся деятельность направлена на то, чтобы пациенты и родители чувствовали себя комфортно, как в пятизвездочном отеле, как у себя дома. Такие сравнения с отелем-то? Очень хорошие сравнения. На самом деле, если наша больница будет похожа на пятизвездочный отель, то будет очень хорошо. Правда? Да, но можно добавить какую-то медицинскую составляющую. Но это когда-то будет в нашей стране? Без сомнения будет. И происходит изменение неких нормативных документов. Конечно, улучшается и экономическая база учреждений. Просто на это нужно время. Вот кто у вас, их пациентами называют, я даже не знаю. Вот дети, какие у вас дети здесь? Замечательные. Они любят рисовать, любят творить. Каждый день проходят какие-то занятия, во время которых дети изучают какие-то новые техники владения тем или иным инструментом творения. С ними занимается множество арт-терапевтов, психологов, педагогов. Дети живут интересной жизнью, общаясь друг с другом, встречаясь с интересными людьми, приобретают новые навыки. Кто они? Они самые разные. Но они становятся детьми очень мужественными, очень мудрыми. Потому что через то количество страданий и переживаний, которые им довелось пережить, без сомнения, сделало их чуть глубже, чуть светлее, чем, может быть, их сверстники. Чему вы от них учитесь? Да, без сомнения. Они им очень много могут рассказать. Очень многие могут поделиться. К сожалению, не все взрослые умеют слушать и вслушиваться в детей. Но на самом деле в этом и заповедь Божья. Учиться от детей, быть такими, как дети. Раз быть такими, как дети, то и, по крайней мере, вглядитесь в то, как они видят этот мир, как они его чувствуют. От них можно научиться и мужеству, и постоянству, и вере, и терпении. Тем самым христианским доводителям, без которых личность не может существовать. Часть беседы закончилась, мы приступаем к главному, наверное. Время наступает мастер-класса от известного шеф-повара Алексея Нагорного. Мы сейчас находимся в столовой детского хосписа, куда он регулярно приходит. Итак, смотрим мастер-класс. Я так понимаю, что история вообще вот этого ананасика, то, что мы сейчас будем делать, она произошла из Китая, мне кажется. Почему? Потому что первый раз я это блюдо увидел в 91-м году в исполнении китайского шеф-повара. На нем был написан иероглиф, на самом деле. Что он обозначал, я до сих пор не знаю. Но смотрелось это очень красиво. Это было на Новый год. Я упростил в том плане, сделал немножко по-русски. Принцип один в один, как сделано. Мне просто достаточно один взглядом было, чтобы понять смысл. Поэтому я сделал немножко по-русски. Но это смотрится красиво, по-новогоднему, и изящно, и вкусно. Итак, начнем. Вот это верхушка. Верхушку мы обязательно оставляем, потому что это самая красота ананаса. Сажать ее не надо в землю. Это потом уже, после Нового года, после винегретов, оливье. Для повара важна красота, прежде всего. Эстетика. Блюдо, оно должно, понимаете, не просто, не просто вот блюдо, да, оно может вкусно приготовлено. Но как вы его подадите, от этого очень много значит. Если вы подали с душой, с тем желанием, что вот к вам пришли гости, вы их любите, вот, доброжелательность. Вы, подача у вас такая будет. Вы хотите и так сделать, и так красиво, понимаете. Я больше могу сказать, у меня много было учителей, шеф-поваров, иностранцев. Почему я вот в Швеции работал, там, в Финляндии, да. Естественно, попадались французы, немцы, голландцы. Это вообще неинтересно, это космос. Кулинария – это космос. Это вот прям летаешь. Естественно, у каждого свои тонкости. И все в один голос, представляете, сколько разных стран, поваров, которые друг друга не понимают по языку, но понимают, что он делает ножом. Вот. Это другой язык. Из полуслова видишь, даже не знаешь, не понимаешь его. Он на французском, я не знаю французского, но я вижу, что он делает. Я повторяю за ним, он окей, Алекс, и давай дальше. То есть мы вот разговариваем с жестами кулинарии. Так же и с немцами, так же и со всеми. Вот. Но все в один голос говорят о том, что уметь преподать – это большое искусство. Как вы подадите блюда, того зависит очень многое. Вот. Почему? Американцы, да, у них же вот… Господи, это обертка, она вся вот играет, да, там есть-то нечего. Ну как они подают это? То есть работает и маркетинг, и вообще все. Ладно. Да, и так ананас. Верхушка. Мы ее оставляем, срезаем. Ее сейчас надо будет очень красиво украсить. Вот. Я вам помогу, подскажу, да, а вы дальше там сделайте. Вот. Дальше вот эту попочку ее тоже срезаем. Это можно выбросить. Теперь вырезаем саму сердцевинку. То есть нож. Так, давайте, наверное, так, как вам лучше-то показать. Вот. Теперь просто вынимаем. Да, очень все просто. Вот это сам ананас. Вот это у нас будет сама красотулечка, да, стоять. То есть мы обратно потом поставим его. Это все будет играть. Здесь вырезаем дырочки, чтобы окошки, я их называю окошками, чтобы видно было, как горит теплая свеча новогодняя. Вот такие. Вырезаем в шахматном порядке. Почему в шахматном? Потому что если вы будете вырезать вдоль, он у вас может треснуть. Когда в шахматном порядке, структура, она не дает трещин. Сейчас поймете, увидите. Вот получилась такая штучка. Видите? Дальше. Теперь нарезаем дольками, чтобы было удобно кушать. Все это красиво выкладываем. Делаем из апельсина розочку. Делается очень просто. Главное вам понять смысл. Потом вы будете делать и с помидором, и с огурцем. То есть это уже... Нет. Немножко по-другому. Вот у вас апельсин, да? Мы разрезаем его напополам. Срезаем попочку. И нарезаем как можно тоньше. Ну уж не совсем там тонко, потому что есть такие ювелиры, что смотришь и солнце видно. Нет, так не надо. Вот нарезали, да? Вот у нас целый получился. Теперь делаем вот такой вот как бы заборчик маленький, да? И внутрь себя начинаем скручивать по спирали вот так. Итак, смотрим. Видите, как я сделал? Заверну. Лепесточек к лепесточку получается, как бы заворачивается сам собой. Хорошо для моторики рук, на самом деле. Детям. Это вообще великолепно. Да-да-да, это ничего страшного, его все равно можно добавить. И низ вот так закрепляем. Ну чтобы он как бы так вот, прижимаем его друг к другу. Да? Вот получилась такая штучка. Когда у меня закрылся ресторан, я думал, это конец света. Ну, сами понимаете, когда долго-долго идешь к этому, вот, и, ну, думал, все, это конец света, это точно. И как раз Ольга пригласил на мастер-класс очередной. Я его сделал, вышел. Я понял, что конец света ты еще не увидел. Нет, да, вот именно, вот вы правильно сказали, что конец света. Ресторан – это вообще ерунда. Это, господи, вот там, да, то есть здесь. То есть он учит именно таким жизненным позициям детских хосписов, где начинаешь понимать те вещи, которые раньше, ну, не обращал внимания на них. Да, думал, что это так, мимо пройдет или еще что-то. И все подобное. А здесь показатель такой вот яркий, такой вот, как носиком тебя тыщит. Ну, ты чего? И когда вот моя знакомая, там что-то, беда какая-то случилась, вот когда смотришь, беда, подумаешь, там, господи, чемодан пропал в аэропорту. Говорит, ты съезди вот туда, беду нашу. Ну, там деньги были. Говорит, да деньги тут дело такое. А вот здесь это… Почему вы еще, вот, ну, мы сегодня дети лекорды, значит, хрусты. Почему вы еще детей здесь лечите и мамочек? Ну, иногда рыбку делали, помним, что-то. Ну, так что-то вот… Легкое. Да, легкое, понимаете, чтобы легко, доступно было. Все-таки дети, ну, трудные, готовят все-таки больные, да. А мамы, во-первых, они отвлекают хотя бы вот эти 45 минут, час, допустим, это мастер-класс, я вижу просто глаза людей, я понимаю, что я не зря здесь нахожусь, в том плане, что они отвлекаются от этой проблемы, понимаете? Они, то есть, в другой мир уходят, кулинарии, да, им все интересно, тем более, когда у них это получается в руках, то есть, они даже не понимают, как это так. Ну, вроде бы это, да, красиво, но я этого никогда не делал и не умею делать. И вдруг она делает, а у нее все это получается. Все, она уходит от этой проблемы, от своей основной. И вот эти 45 минут, она в другом мире находится, она улыбается, то есть, у нее как будто вообще ничего нет, не проблема. И вот эти 45 минут, мне кажется, они самые золотые, отличные. Потому что потом она обратно возвращается опять к своему ребенку. Это реальность, и наступает реальность. Да, и наступает эта реальность. Хотя это тоже реальность 45 минут, но она отвлекается. Ну, как бы кислород, воздух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова